Макс Глебов Звёзд не хватит на всех Игры старших 24 октября 2028 года Точка пространства в пяти световых годах от звезды Флей Борт имперского авианосца Адмирал Рик Мобилизация — верный признак того, что вооружённое противостояние сторон Уже вышло за рамки понятия «пограничный инцидент» Ну а если начинают призывать в армию и флот всех подряд без предварительной проверки Значит, дело пахнет жареным Авианосец Виктору понравился Пусть и был он по меркам имперского флота уже сильно устаревшим Но для человека с земли этот огромный боевой корабль выглядел весьма впечатляюще Насколько успел узнать Виктор, получивший наконец вместе с гражданством империи Свободный доступ к её информационной сети Адмирал Рик только что прибыл в состав группы флотов Е после расконсервации Понесённые в приграничных боях потери в кораблях нужно было чем-то компенсировать В грузовом ангаре авианосца, куда Вершинина доставил шаттл с попутного транспорта Его встретил усталый и задёрганный мастер-лейтенант Он показал Виктору его каюту и передал, что через полтора часа Господину мастер-майору следует прибыть на доклад к командиру корабля Бросив сумку под стол, Виктор осмотрел свои новые жилища и остался им доволен Помещение оказалось довольно просторным А назначение большинства бытовых приспособлений, однозначно вогнавших бы в ступор неподготовленного человека Было ему уже знакомо по кораблю Силха Виктор не стал задерживаться в каюте, предпочтя перед беседой с новым командиром прогуляться по авианосцу Если бы не схема корабля в персональном планшете, Вершинин неминуемо заблудился бы в мешании технических помещений, полётных палуб, ангаров и складов Но с электронным проводником Виктор чувствовал себя уверенно и получал от блужданий по авианосцу, удивившие его самого огромное удовольствие В итоге к командному отсеку, где располагался рабочий кабинет командира корабля, Вершинин подошёл в отличном настроении «Мастер-майор Вершинин», — неторопливо протянул лидполковник Сорс, расположившийся в удобном кресле напротив голографического монитора «Здесь написано, что ваше звание не подтверждено, как и ваша квалификация Указана только военная специальность, пилот Данных о последнем месте службы тоже нет Гражданство империи вы получили неделю назад, а до этого жили на планете Земля, о которой я впервые слышу Это вообще что? Похоже, вторжение Танланов так впечатлило флотский департамент кадров, что они совсем потеряли остатки здравомыслия Не сегодня, так завтра адмирал Рик пойдёт в бой «А мне присылают человека, который никогда в жизни не видел машину, на которой ему предстоит летать» С каждым произнесённым словом командир авианосца всё больше утрачивал спокойствие С которым встретил Виктора, явившегося к нему доложить о прибытии «Что вы молчите, мастер-майор? Может быть, всё-таки объясните мне, для чего вас сюда направили? Возможно, я чего-то не знаю» «Господин лидполковник, боюсь, я куда хуже вас разбираюсь в логике кадровой службы флота» Осторожно, ответил Виктор «Могу лишь предположить, что профессии, указанные мной в анкете, и наличие у меня имперского боевого ордена были сочетаны достаточными основаниями для такого решения» Командир адмирала Рика вновь погрузился в чтение моего личного дела «За особые заслуги перед империей?» Удивлённо приподнял бровь лидполковник «Ну да, тогда понять, наверное, можно» «Но нашей проблемы это не решает, мастер-майор» «У вас высокое звание, но получено оно не в империи, а значит, дать вам в подчинении людей я не имею права» «Всё, что я могу сделать для вас с учётом всех обстоятельств, это своим приказом подтвердить вам звание лид-лейтенанта и доверить истребитель» «Машины у нас не новые, как и весь корабль, но воевать ещё вполне способны, особенно в умелых руках» «Сорс умолк, ожидая вопросов и возражений, но Виктор молчал, и лидполковник продолжил «С этого момента ваш непосредственный начальник, лид-майор Лой, командир 4-й эскадрильи, доложите, что это я направил вас к нему, он определит вам звено и конкретную машину» «Разрешите выполнять?» Виктор решил не донимать командира-авианосца вопросами и разобраться во всём самостоятельно «Ещё один момент, лид-лейтенант» Взгляд Сорсов зацепился за одну из строк в досье Виктора «Земля, это ведь планета из минус списка» «Я прав?» «Так точно» «Тогда как вы смогли получить орден?» «Для этого как минимум необходимо встретиться с представителями империи, а для минус списка любые контакты с местными жителями под запретом» «Я не знаю точного ответа, господин лидполковник» На землю вторглись кронсы, а прибывший из космоса имперский десантный полк пытался им противостоять «Мы помогали как могли, но на контакт имперцы не шли» «А потом, когда всё закончилось, два имперских офицера прибыли на нашу военную базу и вручили мне орден, после чего сразу улетели» «Ладно, лид лейтенант, когда-нибудь я, возможно, захочу услышать подробности этой истории, но не сейчас. Свободны» « apparently в происшествии, не ничего мне, никогда не начнешь». Продолжение следует...